Имя Отца и Сына, и Святаго Бога, сегодня мы с вами делаем обостровение Господня Господа Иисусом Христосом. Сегодня есть лица приходит, что Христос просит его обостровения своего Господня. «Я прошу, я приду и исцелю его», — говорит Господь. На эти слова от Сонника отвечает Господь. «Интересно, что, когда ты пошел в кровь, но скажи только словом, и вы сказали, что Бога Бога. Христос с удивлением говорит о том, что Он и в Израиле не нашел такой веры. «Идей, как ты веровал, да будет тебе». И вот для этого благословника подвечался. Вот такое простое представление, которое Христос завершает словами. «Интересно, что многие народы придут, свасток и завтра, язычные, не знающие Бога, и возглавят в Саврау на Пустосах, и архов в царственном месте. А с инициацией будут признаны Богом во тьму границей, и архов в царственном месте. А с инициацией будут признаны Богом во тьму границей, и архов в царственном месте. И архов в царственном месте. Нас подвечает смирение и архов в царственном месте. И архов в царственном месте. Которые понимают, что не великие пресеивочники израиля не могут понять. Власть истан. Прекс. Адхов в царственном месте, у Савраора – 200 километра. Его Deutschenящие. И вот этот сон, на основании всего, что он, о чем он расслабляет, он говорит о том, что власть Христа распространяет на учащихся. Он понимает, что власть, которую он имеет, о, мирский воин, за нами мадридского кесаря, и он не свою власть исполняет, но с такой готовностью, в своей очереди, исполняет на учащихся. Слыша от чудеса Христова, его власть над болезнью, над разрушительной стихией, над самой смертью, которая распространялась по всей земле и индейской. И все, что об этом мы говорили, и он знал, он слышал об этом, он задумывался о том, как важно принять власть того, кто обладает Богом, кто обладает Богом совершенными возможностями, он простирает этот власть и власть самому Богу. Сегодняшняя сказка в расследовании судьбе заставляет нас задуматься, как важно принять власть, который находится под властью, и как важно принять в себя где-то подлечет властью. Это не в Евангелии говорить о значении власти, государства, о том, о чем Иисусе напоминает нам Священное Писание. Как плохо это, стойкий неизвестник померет, чего не постигает и принимает учитель израильства. Почему Христос говорит о Израиле, я не нашел такое время. Как понимает Иисусе, это то, о чем Иисусе напоминает, что власть государства, в частности Иисусе, власть восстановлена, чтобы быть дорогием, он как полный слабоцкий, чтобы спасти мир от карты. Иисусе, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и не видимое. Христовые господства и начальства и власти, все это им и для него создано. Если бы и не было государственное власть, учить апостолов право, то ибо разлетелся бы под прелестью. Это очень хорошо знаем тех, кто хочет разрушить какое-нибудь государство, а затем кого убить надо. Но как у нас в 90-х годах был, кто хорошо его знал и кто был его слугами. Именно немного назовем Иисусе, и на эти имен. Разрушить власть значит опустить в стране, в мире, хаос. Из этого хаоса уходит, уходит, как и в детстве, но беззаконнее человеку. И Святейшее Писание очень много. То, что всякая власть установлена Богом. Противящейся властью противится самому Богу. И навлекает насыдя из Бога. То есть, независимо от того, кто находится в власти, вот неожиданно заняты мыслью. Неожиданно христиане, независимо от этого, должны к послушанию привозить каждое установление. И сознательно, или бессознательно, надеяться в власти, в исполнении Божественной мутины, хранить призванные христиане мира в хаосе. Призванные христиане помогают емить эти власти в очень важном служении. Зависимо, власть не может гонить лица. Гонить лица страшного, в таком моменте более ближайшие времена. Когда же власть заставляет постоянно поступать против веры и правды, справедливости и совести, то подобрать нам услышит слово Бога, которое говорит, что мы на Ванныску приходим в Бога, не охотничьего лица. Вот это, дай Бог, нам различает. В подобном случае послушание Марты становится непослушальным Богу. Во всех остальных случаях мы призваны по непослушанию. Когда это послушание Марты открывает самого себя за исполнение его заповедей. Именно это и так хорошо. С простыми официальными язычными. За его глубокое понимание и смирение. Это одно за каждому, что мы здесь не хотим. Милость от Бога хочет. И в этой задании, в которой некоторые стихиятки, которые постоянно присутствуют в жизни общества, в жизни граждан и в жизни, мы должны были рассуждены на месте возбуждения. И в ангелии это послушание. Вот где сотника заставляет нас задаваться также в ответственности тех, кто властен. Потому что офицер сотник был обречен властью и понимал, как распространяется это власть. Все мудрецы говорят о том, что в чем управление в Киеве не нужно научиться управлять своими собственными страстями. Это понятно, но ради язычники. Христиане говорят об этом более глубокое. Те, которые крестовы, растяги ходят со страстями и ходят. Если же мы живем в духе, то по духу и поступай к вам. Кто крестов, то должен дать свою распевь со страстями и похотями. И если он хочет исполнять власть в настоящее, Бог, Бог христиан. То есть требуется исполнение. Требуется жить по всем завтракам. Совершенно ясно, что недостаточно всякой личной нравственности, чтобы быть обреченным властью. Например, в церкви. Оказывается, этого недостаточно. Чтобы, наверное, могла счастливать эту власть. Недостаточно священник, поливедник, скотов, быть просто благочиспелем. Он должен верить через другие ярлык, потому что от него зависит. От него зависит пути других людей. Требуется распорядка. И такое послушание Бога и властью. Знание Бога, которое обречается христианским Богом. Великая ответственность, обреченного властью за то, что происходит с народом. Существует, говоря, что правитель даст ответ перед Богом за то, что, например, он защитил свой народ во время опасности, во время унижения, ничерпения. Он даст ответить, Господи, если повлечет свой народ в несправедливую войну. Как это несправедливая война, я только в Украине. Как страшно, говоришь, на граждане, это родители. Неверные крови одного только человека. Такой более страшный, гражданин, бывает, когда придется отвлечь многим и целого народа. Именно потому что несправедливо, безответственно поступает правительство на уши. Власть, да, у него Богом, намращает против Бога и против людей, которые верят в Нему. За это, за употреблением у нас не будет новое слово. Но только по этой печени брови восстание взрыва на обменяйся. И даже силы природы, мне кажется, восстает. О жаркость, вне трясения, не будет, предупреждая о том, что власть подмирая в основном жизнь, исправедливость и правду, на которые она вновь нам занимается. Мы, с Богом и болезней, сочиняем зло не одному заключенному, а целому наушнику. И это зло, может быть, на среднем, краснением, расправедливость, среди молодежи, среди всех людей, у которых есть вечные гибели, 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 человеческие души. И здесь ответственность правительства возрастает в еще большей степени, чем, как говорится, в дневной крови. Святитель Тихон Затонский пророческий говорит, что не просто власть, но и те, которые под властью, то есть мы ответственны за все, что происходит в Отечественной войне. И будет время, когда не только каждый человек должен молиться о своих личных реках. И на всякого покаяния весь народ, весь народ, Бога сказали, мы согрешены перед тобой, Господь. Все мы согрешены беззаконами, все мы виновны перед тобой. Чудо-генома, в убийстве царя, помазанного Бога. Именно в этом мы получили его разница, которая выбирает все основы правды и справедливости. И вместо помазанного Бога мы получили, помазанного персоналинства, которые сменяют друг друга. пока не будет нас осознание тех простых истин, которые осознал, я сочиня с вами. Пока не будет нас, этого не наступят никакие перемены. Мы не приведемся к Богу. Власть – это Божие установление. И дай нам Бог молиться от Бога Господь. Простил нас и чтобы вам просветить днем от Бога Господь. Чтобы мы молясь, днем отстаем с гостя Крекцию и нести покаяние вместе с нашими отцами, как говорит святитель Тихон Задонский, с которым, как говорит святитель, патриарх исповедений, предстоятель всех новых мучеников и исповедений святого нас. Молиться вместе с нашими отцами, с которыми мы согрешили, получили от Господа. Тем не менее, когда есть это покоение, великий дар и сыгрей. И восстановление в истинной фейне отракованного и всего нашего народа. Аминь. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.